Свыше 100 человек погибли в Мьянме за 6 недель протестов. Наиболее кровопролитными оказались прошедшие выходные, когда спецчасти полиции стреляли на поражение, используя против манифестантов боевые пули. Военная хунта совершила переворот 1 февраля, сместив гражданское правительство и главу государства. Предлогом послужили якобы имевшиеся нарушения во время ноябрьских выборов и подсчета голосов позднее избирком. Эти утверждения опроверг. В тюремном заключении находятся и президент, и госсоветник страны Аун Сан Суджи. Несколько высокопоставных дипломатов в ранге послов или советников-посланников в ряде государств осудили военный переворот и стали невозвращенцами. В ООН заявили о неприемлемости насилия. В Мьянме мы увидели кровавое подавление выступления. Нам сообщают Бюро Верховного комиссара ООН по правам человека. Там были убиты по меньшей мере 138 человек. Среди них женщины и дети. Мы решительно осуждаем кампанию насилия. Из Пекина сообщают, что власти КНР надеются, что в Мьянме примут меры для защиты безопасности китайских граждан и собственности страны. Это заявление прозвучало после сообщений о возможном вандализме и нападениях на китайские заводы, расположенные в стране. Протестующие обвиняют Пекин в поддержке хунты. Китай в свою очередь проголосовал за заявление Совбезон. В документе говорится, что международное сообщество решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов.